Здравствуй, мой дорогой друг, который так любит ставить палец вниз спустя секунды после публикации. Я тебя тоже люблю. Всем остальным глубочайший уважаемый привет. Сегодня, наконец-то, речь доходит до того, во что эти самые микрофоны мы будем втыкать. Вы сейчас слышите множество страшных шумов. Вот казалось бы, у нас есть микрофон, у него есть штекер, у нас на компьютере, на устройстве записи, где угодно, есть микрофонный вход. Втыкаем, записываем, радуемся жизни. Все. Но, к сожалению, когда мы подцепляем это все дело к обычному компьютеру, как я это сделал сейчас, мы получаем вот такое вот страшное шумелого. Можно, конечно, пойти в настройки звуковой карты и поставить галочку... ...совершенно внезапно. Подавление шума. Что у нас появится в результате? У нас начнет работать тот самый шумодав. То есть, резкого треска уже не будет. Но при этом будут какие-то потери. Вот этот вот MP3-шный шелест, если вы его знаете. Вот даже... Хренатень. И если такого уровня звука, в принципе, достаточно для того, чтобы, там, не знаю, поболтать по скайпу, постреляться с кем-нибудь в контре и прочее, то все будет более-менее хорошо и нормально. Но, все-таки, для штучек типа видео, где кто-нибудь что-нибудь рассказывает долго и упорно, ну, не знаю, многим, наверное, хотелось бы обеспечить максимально, возможно, ну, качество, что ли. А точнее, просто тупо отсутствие шумов, именно тех, от которых можно избавиться. Реверберация от таких не... в число таких не входит, кстати говоря. Но, далее, надо просто взять и подумать, что можно сделать. На встроенной звуковой карте, кстати говоря, возможно, в современных ноутбуках эту проблему уже обошли и начали вставлять туда что-то получше, но я не сталкивался, хотя мне рассказывали. Что мы можем сделать? Мы можем разогнать этот самый микрофон каким-нибудь внешним устройством. Этим внешним устройством в вашем случае, скорее всего, точнее, не скорее всего, а я рекомендую просто обзавестись в каком-нибудь из радиомагазинов небольшим микрофонным предусилителем, который представляет собой либо радиоконструктор, либо маленькую уже собранную платку, к которой, правда, нужно привесить разъемы для питания, разъемы входа и выхода звука, но с этим может справиться, опять-таки, тот самый кореш, которому можно поставить пиво. И сейчас примерно я продемонстрирую за неимением, за неимением именно того предусилителя, каких результатов вы примерно добьетесь. Синхросигнал. И сейчас все идет через ту же самую гарнитуру, но уже в Zoom H5. Гарантирую вам, что покупка внешнего предусилителя, вот именно такого, про который я говорю, типа конструктора, даст абсолютно такой же уровень качества. То есть шумов будет мало, полезного сигнала много. Причем я бы даже сказал дофига. Настолько дофига, что даже чувствительность надо сбавлять. Фишка заключается в том, что, во-первых, этот предусилитель можно будет воткнуть потом и в пульт, и в любую другую звуковую карту, и он будет там работать так же хорошо. А во-вторых, мультимедийные микрофоны невозможно толком подключить без таких предусилителей к пультам и к более таким, более профессиональным, что ли, звуковым картам. То есть все говорят, конечно, фантомное питание, но здесь это не то. Фантомное питание это 48 вольт, которые подаются от пульта. Здесь это полтора, четыре, пять вольт, которые идут точно так же от разъема, но оно как-то по-другому там делается, поэтому не подходит напрямую. Преобразователи, конечно, есть, но я с ними не встречался. Что у нас остается дальше? То есть с предусилителями все понятно, и главное собрать. Причем они стоят не так уж и дорого, то есть соизмеримо с хорошей гарнитурой. Даже дешевле. Рублей 300-600. В общем, короче, вы поняли. Что у нас остается дальше? Мы можем воткнуть микрофон в видеокамеру, можем воткнуть в мобилку, можем воткнуть микрофон в какой-нибудь диктофон, у которого есть микрофонный вход, и у которого также будут несколько градаций чувствительности не плана регулировка, а малая, средняя и высокая чувствительность. Давайте же посмотрим, что получится из каждого из этих вариантов, за исключением диктофона, поскольку я на натуре его не снимал, ибо всегда пишу через него все петлички. Вот только так. Можете посмотреть все остальные видео, где я что-то расхаживаю на улице. Это вот оно и есть. А пока мы переходим именно что к видеокамере. Пдыщ! Самый очевидный и один из самых безгеморройных методов записи звука на видеокамеру является подключение внешнего микрофона в соответствующий вход на этой видеокамере. Проблема заключается только в том, что если камера достаточно простая, то в ней наверняка будет неотключаемый ARUS, то есть автоматический регулировщик усиления сигнала. На практике это значит следующее, что всегда звук будет вытягиваться на один какой-то общий уровень. То есть я могу говорить громко, оно будет приглушать. Я могу говорить тихо, но он будет повышать чувствительность так, что мы сможем слышать все возможные шумы вокруг. Но, тем не менее, звук получается четким и достаточно качественным, особенно если это позволяет микрофон. Что тут можно сказать? Зато потом никакой возни с синхронизацией звука и вообще меньше дополнительных устройств. Вы просто берете, грубо говоря, палку, берете камеру, подключаете туда микрофон, фишите его и все, можно снимать. Будет удобоваримо, будет достаточно разборчиво и, в принципе, ну ничего так. Переходим к следующему. К мобилке. В этом случае я просто подключил всю ту же многострадальную гарнитуру к телефону и пишу прямо на него. Благо, он умеет писать этот самый звук напрямую. Недостатки следующие. Чувствительность, фиксированная, во всяком случае, в моем телефоне. И, возможно, не со всеми гарнитурами оно будет нормально работать. Где-то может быть слишком громко, где-то может быть слишком тихо. Еще одна проблема заключается в том, что во время записи видеозвук все равно получается довольно сильно пожат. И при вытягивании могут выйти или вылезти некоторые артефакты сжатия. Но если писать звук чисто, не сжато на мобилку при помощи отдельного приложения, можно его потом синхронизировать с внешней нормальной видеокамерой. О, солнце проступает. Отлично. Ну и, в принципе, на этом с видеокамерами и телефонами все. А, хотя нет, еще мелкая вещь. Для того, чтобы подключить такую мультимедийную гарнитуру к телефону, требуется переходничок. Благо, что он стоит совершенно недорого. Вот совсем чуть-чуть. Ну и в качестве небольшого живого примера несколько секунд просто нормального звука с камеры на улице. Безо всяких внешних микрофонов и прочего. Возможно, что-то различимое, но, опять же, хромает четкость. Та самая четкость, которая нам нужна тем, кто говорит что-то на камеру. Если просто сопровождать какое-нибудь видео рассказами, о, смотрите, здесь, как здесь ничего не происходит, то вполне себе ничего подходит, потому что близко. И потому что здесь-то нет переотражений. А вот если делать что-нибудь вот с такого расстояния, то слышимость будет хромать. Особенно, особенно если на улице или в помещении, где вся эта съемка происходит, достаточно шумно. Ну, мобильники в этом отношении звучат еще хуже, поскольку их микрофоны направлены только на использование вот так вот вплотную. Ну, возможно, громкая связь, но, извините, это телефон. У него, в принципе, ограничения такие, чтобы можно было передать информацию минимально возможным потокам. Это, считай, 4 бита, 8 килогерц и все остальное. Для видео это не подходит. Ну что ж, давайте попробуем подвести промежуточные итоги. Как видите, можно практически любой мультимедийный микрофон, если он более-менее приличный, разогнать до нормального уровня сигнала без особых потерь. Если его держать рядом с лицом или рядом вот так вот, все будет хорошо и четко. Главное просто, чтобы был более-менее вменяемый предусилитель, который подходит вашим задачам. Камера нормально, для путевых заметок вполне никакой синхронизации, ничего, но об этом я говорил выше. Мобилка тоже самое, тиктофон, вот там уже придется потом что-то там смешивать. И вот как раз на этом месте данное видео будет заканчиваться, а вы будете переходить к следующему видеоролику, который посвящен самой бомбящей для меня теме, которая только может быть. Обработки этого самого записанного сигнала, причем на максимально базовом уровне. Я пока пойду переведу дух, а вы перевариваете все услышанное. Всем пока, пальцы вверх, подписка на канал, и, кстати говоря, та самая голосовалка, мне все еще интересно, кому зачем нужны микрофоны. С вами был Шварценпух, относительно свободно, без сценария, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok